Всем привет! Меня зовут Лена, рада видеть вас на канале Духи РФ, и сегодня у нас моя зимняя подборка. Надеюсь, тема будет вам интересна. Оставайтесь с нами. Он для меня пахнет Дедом Морозом, который забрался в комнату, чтобы подарить подарки. Вдыхаешь, и просто хочется запрыгнуть в кроссовки и побежать. Последний аромат этого ролика в очень необычном формате. И что-то мне подсказывает, на Духах РФ такого еще не было. В сегодняшнем выпуске будет часть ароматов, которые я планирую носить зимой. Некоторые из них со мной уже много лет, некоторые только появились в моей коллекции, и я хочу рассказать о них вам. Многие, и я в том числе, зимой любят теплые, уютные ароматы. И один из ярчайших примеров — это, конечно же, табака-ваниль Tom Ford. Я их очень люблю. В моей коллекции они много лет. Это еще старый выпуск, где больше сухофруктов. Этот аромат — легенда бренда и один из лидеров продаж. Он появился достаточно давно, но его популярность, как мне кажется, с годами не угасает. И всегда в корнерах этот тестер наполовину полон или наполовину пуст, как кому больше нравится. И я часто ловлю шлейф табака-ваниль или похожих на него ароматов. И действительно, это стал один из самых цитируемых ароматов. Многие бренды выпустили свою версию табака-ваниля. Конечно же, активизировались производители подделок, потому что это действительно коммерчески успешный аромат. Чем он пахнет? Конечно же, тем, что заявлено в названии. Это сухой табак, это сладкая ваниль и много, очень много сухофруктов. У меня мерещатся кальянные вишни, засушенная курага, чернослив — все это в клубах дыма. Очень-очень тепло, интересно, ярко и уютно. На шлейф этого аромата невозможно не обернуться. И мне очень нравится глубокая темная сторона этой композиции, которая проявляется ближе к базе. Это сухой табак, деревяшки и специи. Интересный, на все времена зимой особенно хорош. Продолжая тему сладких зимних ароматов, нельзя обойти вниманием Angel Nugler. К сожалению, я не в полной мере подружилась с классической версией в парфюмерной воде, но я обожаю старую туалетную воду в флаконе Комете. Сейчас его перевыпустили, сделали его более конвенциональным и понятным, но я люблю именно эту характерную версию. Для меня этот аромат очень новогодний. Он для меня пахнет Дедом Морозом, который забрался в комнату, чтобы подарить подарки. На старте здесь такая нота пены для бритья, такой, знаете, пушистой, колючей, резкой. Но это довольно быстро проходит и остается классикой Angel. Здесь остаются сладости, пралине, очень много сахарной ваты, меда. И здесь также очень яркий цитрусовый аккорд. И получается такая новогодняя мандариново-сладкая атмосфера. Он всегда заставляет меня улыбаться и, естественно, очень красиво звучит в Мороз. Еще один аромат Нового года — это Lolita Olimpico Green Lover. Он выпущен в прошлом году и снискал какой-то бешеный успех, особенно в России, потому что у нас он появился как нельзя вовремя. Он появился уже ближе к зиме, когда всем хотелось мандаринов, елок, праздника. И он отлично зашел в эту атмосферу. На самом деле он заявлен как мужской, но по мне это вполне унисекс. У меня, кстати, это второй флакон, потому что первый я очень активно использовала сама. И плюс очень многие мои друзья просили дать попробовать, потому что популярность была такая бешеная, что как только он появлялся на полках магазинов, его сразу же расхватывали, и многие не могли попробовать. И тогда ко мне обращались мои друзья, подруги, и говорили, ну пожалуйста, ну можешь хотя бы один миллилитр нам дать попробовать, нам очень интересно. И вот сейчас у меня второй флакон, который тоже, как видно, я использую. Аромат классный, красивый прозрачный зеленый флакон. Композиция такая же прозрачная, искристая. Он посвящен джину, и здесь действительно есть вот эта вот легкая алкогольность, еловые ветки, можжевельник и много-много мандаринов. И получился такой бодрый цитрусово-алкогольный микс, который классно звучит в мороз, который прям летит вперед тебя, когда на улице прохладно, и такой ощутимый минус. Интересная вещь, и прям особенно рекомендую присмотреться. Можете даже вместе со своим парнем его использовать, потому что заявлен как мужской, по факту унисекс. Green Lover цитрусовый аромат, который отлично звучит в мороз. И недавно я сделала открытие, что свежие ароматы, которые мы чаще всего воспринимаем как летние, отлично, просто замечательно звучат в холод. И сейчас я довольно активно ношу что-то такое. Мне нравится ходить в этом гулять, например, в парк рядом с моим домом, или просто в выходные пройтись и куда-то недалеко подышать свежим воздухом. Это всегда дает заряд бодрости. Классно также использовать дома, если вы на удаленке, и вам нужно взбодриться перед собранием, например. В общем, цитрусовые одеколонистые ароматы на зиму – это мое приятное открытие. И я спешу делиться с вами и хочу рассказать про аромат, который, как мне кажется, отлично соответствует характеристике хороший свежий аромат на зиму. Это аромат Arman Basin Red в версии туалетной вода, без которого я себя не могу представить уже очень много лет. Это моя очередная соточка, которая меня радует, и аромат знают многие. Я сразу хочу сказать, что он заявлен как женский, но, на мой взгляд, он гораздо более мужской, чем даже тот же Green Lover, потому что здесь в основе лежит имбирь и цитрусовая свежесть, которая не имеет такой яркой гендерной привязки и вполне может пользоваться и молодой человек, и девушка, как кому больше нравится. Вдыхаешь, и просто хочется запрыгнуть в кроссовки и побежать. Хотя я вообще далеко не спортсменка, но он всегда тебя как-то собирает и говорит, давай, иди, достигай успеха, делай что-то. Он очень освежающий и бодрый. В основе этой композиции лежит, как я уже сказала, имбирь, целый ворох цитрусовых разных, но для меня здесь доминирует лимон, и легкая травянистость. В итоге получается яркая, узнаваемая композиция, которая украсит, как мне кажется, абсолютно любой сезон, но я вам рекомендую попробовать что-то подобное или непосредственно его зимой. Надеюсь, вам понравится. Ну и продолжаю тему ярких, звонких аромат Remarqueville People от одного из моих любимых брендов, хулиганистых Eldo. Еще один аромат, который заставляет улыбаться, потому что стартует он искрящимся шампанским грейпфрутом, потом добавляется кардамон, который смягчает и углубляет эту композицию и делает ее чуть-чуть теплее, но в целом сохраняется ее задор. Аромат напоминает мне о вечной юности, о этих вечеринках, которые с утра и до утра, о беззаботности, когда никуда не нужно, у тебя нет каких-то серьезных обязательств, у тебя все в твоей жизни хорошо. Может быть, не очень богато, может быть, шампанское пока достаточно дешевое, а грейпфруты из супермаркета, и ты не выбирал, какие из них спелые и самые хорошие, но тебе весело, тебе круто, вся жизнь впереди. Такой вот он бодрый, яркий и веселящийся, вечно веселящийся аромат. Отдельно хочу отметить, как выглядит флакон 30 мл. Такой маленький объем в сочетании с прямоугольной формой выглядит мило и забавно. Мне прям нравится именно в этом объеме ставить их на полку, потому что кажется, что это какой-то полудетский кубик, такая игрушка, ну и внутри такой же вполне себе игривый аромат. Ну и, естественно, какая зима без альдегидов? Альдегиды особенно красиво раскрываются в мороз, становятся объемными, звенящими. Это идеальная для них погода. Чем холоднее, тем лучше. Я уже несколько раз носила мое недавнее приобретение. Кстати, взяла на духе РФ 50 мл. Это мой первый полтинник Амуаж. И очень мило выглядит. Я бы предпочла, наверное, большинство своих флаконов именно в этом объеме иметь. Ну, потому что, во-первых, мне хватит, а во-вторых, какие они миленькие и очень гармонично смотрятся, как мне кажется, в таком объеме. И сам аромат очень красивый на мороз. Диа – композиция в духе старой школы. Многие сравнивают с клеймаланком и действительно есть пересечения. Пахнет свежестью, неподвижной морозной ночью, цветами, покрытыми коркой льда. Помимо альдегидов, дающих ощущение чистоты и прохлады, здесь достаточно интересный цветочный блок. Красиво проработан пион, чуть мыльный, холодные розы и много-много синих цветов. Доминирует корень ириса, все вместе звучит цельно, практически неделимо на составные части и очень гармонично. Если вам предстоит провести много времени на открытом морозном воздухе, обратите внимание на Диа. Звучать будет очень красиво. Обожаю. Последний аромат этого ролика в очень необычном формате. И что-то мне подсказывать, на духах РФ такого еще не было. Но режим удаленной работы, самоизоляция внесли свои коррективы в парфюмерные привычки многих людей, в том числе и в мои. И я стала особенно ценить парфюмированный уход и формат миста для волос. Для меня очень часто это становится единственным способом приручить аромат, который мне нравится, в условиях закрытой квартиры. И сегодня я вам покажу свое недавнее приобретение. Это дымка для волос Chanel номер 5. Показываю специально в коробке, потому что уже с нее начинается красота. У Chanel огромное внимание к деталям. Они все делают выверенно, качественно. Мне нравится белый картон, золотые грани и черная крышечка. Выглядит все красиво, дорого. А какой флакончик, боже мой! Сам флакон из бледно-розового матового стекла с черной крышкой с золотым тиснением. Он выглядит таким миниатюрным, что когда я его достала из коробки, я подумала, сколько-сколько здесь миллилитров? В 40 вы меня точно не обманываете. Ну, потому что смотрится абсолютно крошечным, трубочку практически не видно и может даже показаться, что это сплэш, тем более крышка выглядит как отвинчивающаяся. Но нет, это привычный нам формат спрея, просто другая логика нанесения и принципиально новая для многих концентрация. Что же из себя представляет дымка, она же Hair Mist? Это мист для волос. То есть, по идее, его нужно наносить на волосы. Такие средства чаще всего не содержат спирта, чтобы не повредить наши волосы и, соответственно, часто включают в себя какие-то уходовые компоненты. Но я не могу оценить уходовые свойства мистов для волос парфюмированных, потому что я наношу всегда на волосы именно один, максимум два пшика. И если говорить, как я использую все мисты, которые есть в моей коллекции, а у меня сейчас их пять, включая этот, это довольно привычный формат с одной небольшой разницей. Я наношу всегда на запястье, я наношу на ключицы и я наношу под волосы на затылке. Так аромат со мной долго, но при этом он меня не нагружает и я чувствую себя максимально комфортно. Именно поэтому я абсолютно не в курсе, что там происходит с моими волосами, ухаживает он за ними или нет, но мне не важно. Я использую мисты для того, чтобы включить свои любимые композиции в свою повседневную жизнь, когда я не могу покидать квартиру. Сейчас я в режиме удаленной работы, соответственно, большую часть времени я нахожусь дома. Несмотря на то, что есть балкон и можно проветрить помещение, это все равно не то же самое, когда ты живешь привычной жизнью и ты довольно много времени проводишь на свежем воздухе. Поэтому мисты стали моим спасением. Я все еще в сложных, интересных композициях, но при этом не есть чем дышать. Чем же пахнет пятерка и какие отличия от парфюмерной, туалетной воды и других концентраций? Но, естественно, это в первую очередь яркость композиции. Мист, он более прозрачный, он легкий. Мне здесь мерещится больше цветов и дерева, в нем больше воздуха. И это та композиция, в которой вы действительно можете без проблем находиться в закрытом помещении. Если вы сделали умеренное количество пшиков, вы будете чувствовать себя хорошо. Композиция более прохладная и звенящая, как будто бы собранная из снежных облаков. На блотере звучит совершенно не так, как на теле и волосах. На теле и волосах здесь больше легитная история, на блотере больше цветов и деревяшек, поэтому, если вдруг вы где-то будете пробовать на блотере, хотя я не уверена, что это как-то можно сделать, то учтите, что, возможно, будет по-другому на коже. И хочу сказать еще один аргумент в пользу мистов. Это их цена. Мисты всегда дешевле парфюмерной воды. Если говорить о мисте Шанель, то на духах РФ он стоит немногим более 2000. И я считаю, это отличное вложение, потому что аромат знаковый, известный, и звучит в мисте он очень-очень хорошо. В этой подборке я поделилась с вами тем, что собираюсь активно носить зимой. Конечно же, это не все, но я уверена, с этими ароматами мы будем встречаться чаще. В описании к этому видео мы оставим ссылки на все ароматы из сегодняшнего обзора. Перейдя по ним, вы сможете узнать о понравившемся аромате подробнее, увидеть отзывы других пользователей, а также узнать цену в интернет-магазине Духи РФ. А какие ароматы вы собираетесь носить зимой? Делитесь своим мнением в комментариях, также не забывайте ставить лайк, если видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А с вами была Лена, всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok